По этой тропинке ходят воины, которые находятся в старом терминале. Ты тропинку особо не снимай. Давай-ка тут за машинку поставим, пока прикройнет. Красиво. Вот здание старого терминала. Ага. Ага. Вот на этом месте он лежал. Здесь его расчистили. Вот следы остались совсем чуть-чуть. Просто лежал в 100 метрах от занятых ими позиции, откуда их выбивали при штурме. Унести забрать, наверное, не было у них возможности или желания. Поэтому просто сожгли. И избавиться от следов. Аллах Акбар. Бои сынок Акбар. Если кому интересно, будем развинчивать миф о чеченцах, кадыровских боевиках и русских наемниках, российских войсках регулярных. Наиболее интересный факт об их пребывании тут, об их участии в штурме. О том, сколько их здесь погибло. Они там в нем прятались. В смысле Бетер прятались в терминале. Вот он терминал. Эти люди хотели бы приходить в этот аэропорт. Садиться в самолет и лететь куда-нибудь. А не воевать здесь. С фашистами. Привет. Вот такие стишки пишут воины Украины. На стенах терминала. Какие еще напишут, мы не знаем. Очень примечательно и интересно, что люди Ланы, Широкополе, Днепро как бы ставят нам во врага. Хотят сказать, что нам этого не видать. Они наверное не понимают, что нам это и не нужно. Мы для них сепаратисты, сепары. Вот большое количество сухпая украинского еды, ставленное украинской армией для нас. Мы этим питаемся. Мы отбили у противника. Теперь будем это есть. Вот наши снабжения из России. Вот наши поставки российской гуманитарки. Вот они. Вот что мы едим. Вот мина, оставленная украинской армией. Вот она будет выстрелена в противника из миномета, оставленной украинской армией. Рассказываю, что мы едим Аслан. Вот мины, оставленные украинской армией. Эти мины будут использованы против них же из миномета, который оставили они же нам. Вот оно оружие из России, которое стреляет по украинским солдатам. Ихнее же оружие, их же мины. Вот эти мины с аэропорта. Эти же мины летают в Донецк, в частный сектор, в дома, в детей, в женщин, в мирных жителей, в нас. Вот эти мины летали на твой Октябрьский. Они потом полетят во врагах. Вот смотрите, в подвале, где шкелились укроповские солдаты, знаменитые киборги, которые сбежали с терминала, нашли как трогательные письма, трогательные фотографии, рисуночки от детей со всякими колечками, со всем. Как украинские дети желают победы украинским солдатам, победы над мирными жителями Донбасса. Ну, по-моему, цинично заставлять детей писать такую фигню, рисовать такую фигню. Добрый день, дорогие солдаты. Мне почти 13 лет. Я понимаю, что вам очень сложно вбивать жителей Донбасса. Ну, это я утрирую. Ну, что-то такое. Я щиро с усим сердцем божаю вам крепкого здоровья, перемахты всех сепаратистов. Слава Украине, героям слава. С повагой, с Днепропетровской Настя. Разве может русская девочка Настя от щирого сердца, блин, 1.09.14 года желать смерти жителям Донбасса, шахтерам, детям, чтобы они погибли. Не пойму, что-то, по-моему, как бы идет зомбирование детей, блин. Тут даже по-русски. Тоже с Днепропетровска. Познякова Анна. Русская девочка Познякова Анна в 8 классе учится с города Днепропетровска. Спасибо вам большое за то, что вы нам помогаете. Знаете, мы вас любим и ждем, ждем с надеждой. Вот еще. Мы очень горды за вас. Вся Украина верит и надеется, что больше не будет смертей от российского оружия. Понимаешь? Они думают, что они воюют с русскими людьми. И вот смотри. Любые воины, меня зовут Даша, мне 9 лет. И я желаю вам быстрого отдыхания. Еще я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы защищаете нашу родную Украину. Опять все жители Днепропетровска. И таких вот, ну, почти одной рукой написанных. Вот. Единокраина. Найдены украинские флаги, которые они вывешивали здесь, в нашем родном Донбассе, блин. Сняли мы их. Укреп. Победа все равно будет за нами. Враг будет разбит. Вот вид на новый терминал аэропорта Донецк. То, что от него осталось. В нем находится противник. Он занят. Таково положение дел пока. На этой стороне терминала висели флаги, вывешенные украинскими войсками. Украинские флаги в Донецке у нас сбивали, они попадали. Вообще украинский флаг нынче очень интересная штука. Для одних это символ отчизны и героизма лживого. А для других это символ смерти, боли, гибели близких, унижений и страданий. Вот так живут жители Донбасса на сегодняшний день. И делают все, чтобы это изменилось. Вывешен флаг победителей, флаг Новороссии. Будет висеть. Идем. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Продвигались люди вдоль здания, занимали позиции, выбивали огневые точки, обходили противника по второму-третьему этажу сверху. Я считаю, что никакой военной тайны в этом нет. Противник был чуть-чуть разбит, уничтожен и отступил ночью. При нулевой видимости, бросив БК вещи, частичное оружие, отступил на новый терминал.